Добрый день дорогие друзья! Сегодня будем изготавливать интереснейшую самоделку из дров для шашлыка. Пару лет назад, будучи на природе, мы нашли целую охапку этих самых дров. Это покупные дрова для шашлыка. Естественно, я не мог удержаться и забрал их домой. Ибо это дуб. А дуб идеальнейший, как по мне, материал для самоделок. Прочный, внешне привлекательный, неплохо обрабатывается. В общем, хорошая вещь к делу. Прежде всего, мне необходимо проселить отверстие диаметром 5 мм. Отверстие сквозное, по центру. Следующая задача, просверлить отверстие диаметром 16 мм на глубину 3 мм. Естественно, сверлить буду с помощью перьевого сверла. Зачем, а самое главное, нахрена я укоротил хвостовик? Все дело в том, что отверстие на значительную глубину я сверлю крайне редко. И длинный хвостовик попросту не нужен. И в большинстве случаев мне мешает. Практически все перьевые сверла, имеющиеся у меня в наличии, я поукорачивал. Признаю свою вину в меру степень глубину. Я немного ввел вас в заблуждение. Сначала мы сверлим отверстие диаметром 18 мм, а затем 16 мм. На чуть большую глубину. Отрезаю заготовку. Для того, чтобы выполнить рез как можно ровнее, вручную разумеется, проведу ориентировочные линии по всему периметру. Это лишний элемент. И вот такой квадратик. В связи с тем, что торцы нашей заготовки далеки от идеала, и я предлагаю их обработать на токарном станке. Поверьте моему опыту, нет ничего хуже, чем точить дерево в квартире, в комнате. Мелкозернистая пыль разлетается повсюду. Я обычно делаю как? Для того, чтобы хоть немного уберечь свои легкие. Под станину Михайловну кладу тряпьё. Тряпьё. Тряпьё, смоченное водой. Торцы обработаны. Теперь зажмём между центрами и обточим до получения круглой формы. Окончательное поджатие деталей вращающимся центром произвожу в движении для лучшей центровки. Для финишной полировки удобно использовать обратную сторону наждачной бумаги, то есть той наждачной бумаги, которая на липучках. Ну и конечно же защитим древесину маслом. Масло обыкновенное, подсолнечное. Вот такая вот деталь получилась. Следующее, что потребуется, это подшипник. Как вы могли догадаться, именно под него мы и рассверливали вот это отверстие. Есть у меня вот такие подшипники. Внутренний диаметр 5 мм, наружный 18. Воспользовавшись бормашиной с алмазной насадкой, выполняю на фланце подшипника несколько пропилов. Слегка модернизированный подшипник устанавливаем в его посадочное место. Для большей надёжности использую дополнительно эпоксидный клей. В то самое время, пока сохнет деревянная деталь, зато им ещё один составной элемент. Потребуется вот такая удлинённая гайка 10 мм. Как говорят чертёжники, заштрихуем. В этой самой удлинённой гайке сверлю два отверстия. Одно отверстие будет иметь диаметр 3,2 мм, а второе 4 мм ровно. В одном из отверстий нарезаю резьбу М5, а во втором, соответственно, резьбу М4. Можно производить сборку. Болт М6. Здесь проточено с помощью напильника до 5 мм. Обязательно следует использовать фиксатор резьбы. В данном случае. Если его нет, можно и вовсе пару капель суперклея нанести на резьбу. Полученное изделие устанавливаем на ручку тисков. Предварительно нанесём фиксатор резьбы. И крепко затягиваем стопорный винт. Вероятнее всего, вы уже догадались, для чего это фиговина. Конечно же, кто-то скажет, что можно и так. Но если часто работать с помощью тисков, гораздо удобнее вот таким воротком. Единственное, что следует в моём случае укоротить вот этот стопорный винт. Сделать его чуть-чуть короче. Поскольку, когда работаешь, пальцем он мешает. Но это мелочи. Вот такая штука. Пишите своё мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал. Но пасаран. Пока.